31 мая в Багушевской средней школе состоялся, пожалуй, один из важных уроков в учебном году – урок памяти. Актуален он не только в год, пронизанный исторической тематикой, а, как показывает время, просто необходимый в современной жизни. Здесь нету смешек и растерянности перед камерами журналистов. Старшеклассники целиком и полностью погружены в процесс урока, который выстроен на кратких сообщениях учеников, в презентационном материале учителя и, что ценно, совершенно спонтанно перешедший в дискуссию с уважаемыми гостями. Наша поколение, более старшее поколение, настолько было проникнуто воспоминаниями очевидцев, живых свидетелей войны, наших отцов, дедов, прадедов. У нас не было никаких сомнений, у нас все это было в сердце. И здесь мы понимали, на чьей стороне право. И что происходит? Меняются поколения, идет время, появляется интернет, появляются деструктивные силы, которые пытаются сеять определенные моменты раздора в наше общество. И что дали жизнь, чтобы вы сегодня жили в нашей прекрасной, независимой, просвещающей стране. Цените это. Передача личного опыта с глазу на глаз – это попадание прямо в цель. Гости поделились с учащимися своими переживаниями, провели совершенно очевидную параллель времен и подчеркнули важнейшую роль молодежи в увековещивании геройского подвига братцов. На территории нашей страны, даже не будем брать страну, возьмем просто нашу область, вот у нас на территории области 1553 воинских захоронений, только воинских, в которых лежит 406 тысяч солдат-офицеров рабоче-христианской красной армии. Из 406 тысяч известно только 209. Почти 200 неизвестно. Учитывая, что все-таки сохранились архивные данные, они сегодня открывают вот нашу с вами задачу. Сегодня действительно вот эти вот белые пятны вскрыть. Это все в наших с вами руках. Ну а дальше, как говорится, не словом, а делом. Вторая часть урока прошла в деревне Новоселки. Здесь, на священной земле Новоселковского мемориального кладбища, укрытое вековыми елями и соснами, расположена братская могила советских воинов и партизан погибших при разгроме группировки немецко-фашистских войск. Для жителей деревни это место знаковое. Чистота и ухоженность святыни – главным образом заслуга сельчан. Победы к Пасхе мы приходим, всегда выгребаем, выметаем, смотрим, как можем. 9 мая у нас раньше всегда праздновался праздник, вся деревня праздновала. Сюда собирались, и был хороший праздник. Воевал у меня папа. Папа был участник Сталинградской битвы, участник Орловско-Курской людей. И ушел уже с фронта, его комиссовали инвалидом войны. Ранение у него было, контузия была. Папа лежит, похороненный. Он сказал похоронить рядом с братской могилой. Вот папина могила. Пожалуй, исключительным везением сегодня станет приход сюда родственников погибших в боях. Но уже очевиден и тот факт, что тропа к мемориалу не зарастет благодаря новым поколениям. Они знают, они помнят, они чувствуют и чтят. Сегодня на братской могиле открыты две новые памятные плиты. Имена героев обрели вечность и гордо прозвучали из уст потомков. Минута молчания отсчитала свой счет. Святое дело увековечить память павших солдат и офицеров Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которые погибли во время операции «Багратион» при освобождении Сенинского района. Искренние слова благодарности за поисковую работу, которая была проведена, за поиск этих фамилий. И очень важно, что сегодня они выбиты здесь, на мемориальных плитах. Помните, пока живете, люди, помните, за ваше счастье, вашу молодость, их жизнь, их молодость цена. Помните, герои живы, люди, помните, Герои живы, люди, помните, пока звучат их имена. Большая честь сегодня присутствует здесь на увековечении имен людей, которые пали за независимость нашей страны. Это символично, что в год исторической памяти сегодня мы здесь увековечили имена 23 красноармейцев, которые сложили голову на белорусской земле для того, чтобы мы могли сегодня жить в свободной, независимой стране. И, безусловно, наш долг – помнить о их героизме, подвиге и отвале. И каждому следующему поколению мы должны передавать этот послан. Урок памяти получился. Наверное, потому, что был реальным и наглядным. Ведь через такие уроки открываются истины. Зерно преемственности, посеянное сегодня, взрастет и обязательно порадует цветением. Мы придем на их место и тоже будем защищать нашу Родину, придерживаться нашим традициям. Это очень важно, чтобы мы нашли эти имена. Не нужно забывать о войне, о тех, кто сражался, чтобы мы жили под мирными. Давая оценку всему мероприятию, стоит отметить, что каждый сопричастный, а их немало, внес в свою лепту. И в этом масштабе, пожалуй, сложно было бы найти ниточку его зарождения. Но не в этом случае. Ведь мы подчеркнем, что возможным оно стало благодаря инициативе одного увлеченного благородным делом человека, Василия Петровича Шаткова, сумевшего объединить всех в этот памятный день. Вы знаете, сегодня говорили теплые слова в адрес унитарного предприятия Витебскоболгаз за показания финансовой помощи в увлековечивании упавших героев. Но я хочу в первую очередь сказать спасибо тому человеку, ради которого мы это сделали. Это Шатков Василий Петрович, который пришел с этой инициативы. И, в принципе, уже все было сделано, уже имена были подтверждены военкоматом. И нам оставалось только самая малость сохранить эту память. Поэтому, когда пока живы такие люди, пока есть такие люди, которым не безразлична наша история, которым не безразлично, что происходило раньше, что происходит сейчас, и какой вклад каждый из нас может внести в сохранение памяти о нашей истории, до тех пор эта история будет жить. Наш долг, сегодняшний долг, в день вернуть эту историческую справедливость, историческую память и их увековечить. По моим, так сказать, опыту работы, более 30% погибших, реально погибших воинов, как вы слышали, даже награжденных медалей, к сожалению, до сих пор не увековечены в братских могилах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok